Всем добрый вечер, мы продолжаем сегодня нашу книгу Эхискель. Мы перешли уже в 21 главе, и в принципе в 21 главе у нас есть, скажем так, собрание, собрание пророчеств, коротких пророчеств, в которой, скажем так, одна тема, которая, скажем, пересекает их все эти маленькие пророчества, и эти, скажем, тема не что иное, как меч, который придет на Иерусалим. Я напоминаю, что мы в Эхискеле пока еще находимся в, скажем так, в главах, которые говорят о разрушении. Мы дойдем до глав, которые говорят об утешении, третий храм и так далее. Но пока мы находимся здесь. И пророчество, которое есть в 21 главе, это пророчество, которое описывает меч, который придет на Иерусалим, как мы сказали. Несмотря на то, что у каждого пророчества есть разное начало, то есть, да, в принципе, строение главы весьма-весьма, скажем так, есть им единство. И оно очень похоже из-за всей, в принципе, рамки, в которой это происходит. Например, в первом пророчестве сказано следующее. И скажешь южному лесу, слушай слово Господне, так сказать, Господь, Бог твой, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожрет он тебя и так далее, и так далее. Тогда, как в последнем из пророчеств, которые мы будем читать, сказано, например, «И залью на тебя гнев мой огнем ярости моей дуну на тебя, и отдам тебя в руку людей, свирепок, мастеров истреблений». Например, то есть, да. Или еще вот в первом пророчестве, то есть, про это тоже сказано, например, то есть, да. Мы сейчас скоро это все читали. «И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя, издалеку меч мой из ножен моих, и истреблю тебя и праведного, и так далее. А поскольку стрелял праведного и нечестивого, посему меч мой снова из ножен его выйдет, и так далее». И то же самое происходит и в последнем пророчестве из этого сборника. Сказано там следующее. «Возвратите его в ножны его, то есть, возвратите его в ножны его меч, в месте, где ты сотворен, в земле происхождения твоего, судить будут тебя, снова меч, огонь, и так далее». То есть, в принципе, оно ведет и повторяется. Мы сегодня на этом уроке поговорим о первой части, то есть, о первом пророчестве, скажем так, из этого сборника пророчеств, который под одной темой. Это с первого по двенадцатый стих. 21 главы книги Хискеля. Кстати, там он, в принципе, более, скажем так, плавный и последовательный, более понятный, чем последующий. Следующий намного более тяжелый с точки зрения слов даже. Но это на иврите, я не знаю, еще перевод не смотрел. Но мы начнем, прочтем первую часть. Итак, сначала пророчество начинается с обращения Всевышнего к пророку. И говорится так. «И было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий». То есть, это обычное обращение к Хискелю. Кстати, вы знаете, что почти у всех пороков есть, скажем так, свое особое обращение Всевышнего к нему. Допустим, у Хискеля это Бенадам, то есть, на человек, члены человеческие. «Обрати лицо твое на юг и проповедуй югу, и пророчествуй лесу южного поля». Сейчас поймем, о чем идет речь. «И скажешь южному лесу, слушай слово Господне. Так сказал Господь Бог. Вот я зажигаю в тебе огонь и пожребну тебя всякое дерево сочное и всякое дерево сухое. Не погаснет пламень пылающий и опалится на нем всякое лицо от юга и до север. И увидит всякое плоть, что я Господь, ибо я Господь зажег его, он не погаснет». Это аллегория. Аллегория весьма понятна. Аллегория говорит о том, что что-то будет пожрано огнем, то есть лес и поле. Кстати, вот это вот аллегория и описание огня пожирающего уже появлялось в книге Хискель. И скорее всего, что имеется в виду? Имеется в виду конец Иерусалима, то есть, в принципе, уничтожение Иерусалима. И, как бы, между прочим, эта аллегория у нас очень похожа на другую аллегорию, которую мы уже читали. Мы читали в 15 главе это аллегория Виноградника. Там мы читали следующее, сейчас вам открою и прочитаем. Мы читали в аллегории Передания вещи весьма похожие. В аллегории Виноградника было сказано, посему так сказал Господь, Бог. «Как дерево лозы виноградной меж деревьями лесными обрек я огню на съедение, на то же оброк я жителей Иерусалима». Вот сказано, то есть, огнем пожирот дерево, это было про виноградник с точки зрения аллегории, и это имеется в виду конец. «И обращу лицо мое против них, из огня выйдут, и огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу лицо мое против них». То есть, очень похожая речь идет об Иерусалиме, и, скорее всего, здесь тоже самое идет речь об Иерусалиме. Но здесь еще внутри аллегории есть глубоко скрытый смысл, который мы сейчас разберем, который не видно на первый взгляд. На первый взгляд он непонятен, он не бросается в глаза, но скоро он появится. Пока Эхискель, скажем так, слышит вот это вот обращение, вот эту вот аллегорию, и не может скрыть свое, скажем так, возмущение, говорит пророк так, «И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не рассказывает ли притчи он». То есть, он восклицает пророк и говорит Эхискель. Они обо мне, то есть, народ Израиля говорит, не рассказывает нам притчи. Что мешает Эхискель? То есть, где проблемы Эхискеля с этим пророчеством? Скорее всего, Эхискель, пророку, не нравится слишком огромное использование аллегорий, которые Всевышний ему дает, которые он должен сказать народу, то есть, аллегориями. Дело в том, что Эхискель уже получил и аллегорию про виноградник, которому упомянули, и аллегорию про женщину-девочку-найденыша, которую мы разбирали очень хорошо в 16 главе, и аллегорию про орлов, это 17 глава. Глава за главой идут аллегории. А также аллегория львицы и львят, 19 глава, и так далее, и так далее. Скорее всего, народ начинает уже смеяться над пророком, что он типа, «А, ты нам сказки рассказываешь, притчи рассказываешь, прикольно». То есть, да, он смеется, поэтому Эхискель говорит, может быть, хватит этого. Может быть, проблема была у Эхискеля с самими аллегориями, они достаточно понятны, о чем они говорят. То есть, таким образом, они по-настоящему не передают ту идею, которую надо передать народу. Может быть, это проблема. А может быть, из-за того, что все вышли слишком часто, с точки зрения пророка, используют аллегории аллегории для того, чтобы дать по мозгам, скажем так, народу, это теряет эффект. То есть, да, сколько можно пользоваться аллегорией? Это неэффективно уже. А может быть, скорее всего, народу понравились это аллегории. То есть, эффект не добавляется тем, что они не вникают вообще, то есть, о чем аллегория. Им просто нравится, как сказка. Сказали, кстати, у нас есть на это очень явный намек. У нас есть в 33 главе, мы явно видим, что народу прикалывают, скажем так, они получают удовольствие слушать аллегории от пророка Ихискеля. Аллегории страха. У нас там сказано следующее. Я вам зачитаю, чтобы услышали. Сказано так. И вот ты для них, как песня страстная, то есть, это все очень говорят, про Ихискеля для народа. То есть, ты для них, как песня, прекрасен звук и хорошо играет. И слушают слова твои, но не поступают по ним. То есть, они его слушают, как сказку. Не более того. То есть, эффекта никакого. И это то, что может быть, мешает пророку. То есть, да, что может хватит это аллегориями говорить, и он возмущается, скажем это так. Кстати, это не первый раз, когда Ихискель вообще возмущается по поводу аллегории. Он уже несколько раз возмущался, например, когда Всевышний сказал ему делать аллегорические, то есть, аллегорные действия, то есть, символические действия, и сказал ему приготовить, скажем так, пирог из ячменя, приготовленный на углях человеческого навоза. То есть, да, человеческие спражнения, для того, чтобы показать презрение Всевышнего к народу. И пророк возмутился от такого, ему Всевышний поменял с человеческих на другое. И всегда, кстати, возмущение пророка, там всегда происходит выемыр от ага, ашем, то есть, это ой, Господь, Божий мой. У него всегда это восклицание, то есть, он начинает возмущаться. Окей. Сейчас Всевышний, в принципе, сейчас мы будем читать дальше, Всевышний берет и начинает ему рассказывать уже, скажем так, из аллегории, объяснять, о чем аллегория. И таким образом, когда Всевышний начинает объяснять аллегорию, которую он до этого сказал, мы вдруг начинаем видеть то скрытое послание народу, то скрытые вещи, которые хотел Всевышний передать, раскрываются намного более мощно, и они проблематичны. Сейчас мы их увидим. И снова повторение теперь. И было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий, то есть, теперь Всевышний начинает говорить с ним то же самое, только более понятно. Обрати лицо твое к Иерушалаем и проповедуй святым местам. Это написано Мигдашим. В настоящее там написано Ви-Этеф-Эль-Мигдашим, то есть, и обращайся к храмам. Вопрос, это есть вопрос, каким храмам? Есть храм только один, который в Руссалиме. Кому обращайся? Радак объясняет, что, скорее всего, имеется в виду первый храм и второй храм. То есть, опорочество о том, что будет, мы помним, что Хискель живет в Вавилоне в конце эпохи первого храма. После того, что уже было изгнание, то есть, да, первичное, на выходе на носором, Ихония, то есть, царя Ихонии. И сейчас, то есть, находится царь Циткияу. И, в принципе, храм еще стоит, но это уже конец храма. И пророк Ихискель пророчит из Вавилона. Кстати, это объясняет, почему он говорит и обращается к югу. Потому что земля Израиля от Вавилона на юге. Итак, и Радак объясняет, что за храмы. Храм имеется в том, что он пророчит о первом храме и о втором храме. Есть такое объяснение. По-настоящему, если посмотреть, как сказано, Мигдашай, то есть, да, мои храмы, то по-настоящему в Писании в Танахе эта фраза появляется очень часто. Мы это видим в книге Ваекра. в Асимоти от Мигдашхэм, то есть, в множественном числе. То есть, да, и поставить ваших храмов. То есть, когда говорят о храме, о Мигдаше, о Мишкане, иногда используют множественное число. То есть, это непроблематичная фраза. На русский язык переведены святые места. На месте это храм по-настоящему. Так вот, Сын Человеческий обратит свой лицо к Рушлайям, проповедует святым местам пророчества земле Израиля. И скажешь в земле Израиля так сказал Господь. Вот я против тебя и извлеку меч мой из ножен его и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А поскольку истребил я праведного и нечестивого, посему меч мой снова из ножен не выйдет на всякую плоть на народы от юга до севера и узнает всякая плоть, что я Господь вынул меч мой из ножен его не возвратится он более. Окей. Дело в том, что мы сразу видим, что объяснение аллегория написано с абсолютной параллелью передуши аллегории, которую мы читали. Машал и Немшал идут Багбала, то есть они друг другу параллельны. Например, вот мы читаем, то есть сын человеческий обратил лицо свое на югу, проведу югу и проведу с лесу южного поля. То есть южного поля. У нас же, когда идет объяснение Машаля Всевышним, сын человеческий, обрати лицо твое куршалами, проведу святым местам, пророчество земле Израиля. То есть в принципе это явное, то есть почти те же слова, только меняя, то есть теперь вместо слова аллегории объясняется, о чем идет речь. То же самое происходит и в следующем, в следующей части, то есть где в аллегории сказано вот так. И скажешь южному лесу, слушая Государь, Господь, так сказал Господь, Бог, я сжигаю в тебе огонь и пожрет он у тебя всякое дерево, сочное, всякое дерево сухое, не погасит пламень, пылающая, палится в нем всякое лицо от юга до севера. Здесь же у нас написано, что И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя, извлеку меч мой, из ножа мой, истреблю тебя праведного нечестивого. Вот здесь вы должны были обратить внимание на проблему. Проблему, которая ярко раскрывается, то есть, что Всевышний имел в виду и в аллегории она проблематична. Кто-то не обратил, сейчас объясню до внимания. Окей. Также у нас здесь видно, что также параллельно сказанному и увидит всякое плоть, что я Господь, ибо я Бог зажег его, он не погаснет. Это, естественно, параллельно этому десятый стих, в котором сказано и узнает всякое плоть, что я Господь, вынул меч мой из ножен, его не возвратится он в боль. Итак, у нас получается, когда объясняется аллегория самим Всевышним, мы понимаем, что обращение на юг это к Иерусалиму и храм. Как мы сказали, я уже объяснил это, что для жителей Вавилона, там, где находится Ихискель, Иерусалим и храм находятся в южном направлении. Кстати, из-за того, что аллегория занимается с огнем, что что-то палится, то понятно, что он использует как аллегорию, то есть аллегорическое понятие по отношению к Иерусалиму и храму в земле Израиля, но ее сравнивает с полем из леса, в которых, скажем так, обычно сжигает огонь Их и очень сильно бежит по ним, уничтожая все на своем пути. И это в этом смысл аллегория, то есть с полем и с лесом. Но есть у нас очень-очень-очень большая вещь, которая в середине аллегории, которая объясняется в объяснении Всевышнего аллегории. Что у нас есть? Мы, Всевышний меняет аллегоричный огонь на то, что Всевышний по-настоящему сделал. Он меняет огонь на меч. В чем важно? Дело в том, что огонь не более, чем аллегория. Таким образом, как это будет реализовано? Это будет реализовано мечом. Хонос попадет с мечом. И что здесь происходит? Мы видим в аллегории, что огонь пожирает не только сухие деревья, но и деревья живые, то есть зеленые, которые, скажем так, сочные. То есть влажные деревья, которые не так уж легко сгорают. То есть им нужно только сухое дерево хорошо горит, эти более тяжело горят. Но здесь нужно обратить внимание именно на меч. Огонь, он как бы слепой. Он идет и сжигает все на своем пути. Меч очень четкий. То есть он бьет, он не может он, скажем так, когда я бью мечом, это не значит, как огонь пошел, все на самом пути сжигает. Меч он точечный. То есть погибнет тот, на кого направляем меч. И тут есть очень интересная вещь. Кто такие эти деревья влажные, которые тяжело сгорают? Мы читаем праведные и нечестивые. То есть сухое дерево это нечестивые, а влажное дерево это праведные. То есть если огонь сжигал и праведные и нечестивые, то есть имеется в виду влажное сухое дерево это понятно, это стихийная вещь, то меч бьет по праведному нечестивого. То есть что здесь получается? Что Всевышний целенаправленно уничтожит не только нечестивых, но и праведников при разрушении храма, при разрушении Иерусалима. И здесь у нас появляется проблема. Меч ударит и праведников. Меч уничтожит и праведников, не только нечестивых. Как так? Где справедливость? Дело в том, что это противоречит тому, что мы уже учили. То есть как можно убить праведника? Мы уже учили, что можно сказать, откуда праведники вообще в Иерусалиме перед разрушением первого храма? Все такие злодеи. Но мы уже когда учили 9 главу, когда была аллегория про ангелов, когда мы увидели видение ангелов, которые люди, которые пройдутся по Иерусалиму, мы видели ангел, человек, который дает печати людям определенным, которые не будут тронуты. И это праведники, то есть мы там объясним, что есть праведники в Иерусалиме, то есть есть праведники, которые могут быть спасены этой печати. Более того, в 18 главе мы учили, что Всевышний обещает и говорит «Анефиша хота витаму, бен лоиса бавона бав лоиса бав на бен цитката цадик Аллах тьев рештор аша Аллах тьев то есть мы учитаем, что только грешащая душа погибнет, сын не понесет греха отца, отец не понесет греха сына, праведность праведника будет ему, а злодеяние злодею и на нем будет. То есть в принципе каждый будет наказан по отдельности. Праведники будут спасены, а злодеи будут наказаны. Как напротив это 18 глава, 9 глава и вообще справедливости Всевышнего, как получается так, что мы здесь читаем что Всевышний направит меч и уничтожит праведников тоже вместе со злодеями. Как это может быть? Наши мудрецы дали несколько ответов на этот вопрос, попытались решить эту проблему. Мы уже когда учили 8-9 главу мы упоминали трактат Талмуд в трактате Шаббат на 55 листе. там сказано что в Иерусалиме были абсолютные праведники но была проблема на них тоже было наслано кстати 9 главе сказано что он отметит но потом в конце концов все отмечены тоже пострадают мы сказали что были праведники абсолютные праведники но в чем была их проблема проблема в том что они видели злодеяния могли остановить могли выразить свое недовольство и этого не сделали из-за того что они не сделали не выразили своего недовольствия то они были не спасли народ то они были наказаны между народом в принципе за вот это таким образом когда мы говорим про 18 главу что есть праведники которые не пострадают за злодеев это праведники которые не могли ничего сделать этим злодеем их не слушали ничего не могли сделать по этой причине не в их руках было что-либо с ним делать и поэтому они будут спасены спасены это одно объяснение талмуд гмара в трактате шаба абудазара на четвертом листе приводит другое объяснение там гмара приводит скажем так вопрос из нашего кстати книги из нашей головы которую мы учим по поводу слова слов абрагама всевышнего по поводу злого мы знаем что абрагам по поводу злого прощения всевышнего говорит не дай бог тебе делать как это убить праведника злодеем и будет праведником злодеем не дай бог тебе судья всей земли не будет делать справедливый суд Итак, Дмара приводит. А в чем проблема? Вот, пожалуйста, у Хискеля сказано, что будет, погибнет и праведник вместе со злодеем. Как объясняет Дмара? Дмара объясняет, что в нашей главе у Хискеля речь идет не о праведниках. То есть, как о праведниках, но не о просто праведниках, а не об абсолютных праведниках. То есть, цадик, шейно, гамур, то есть, абсолютные праведники, эти не могут погибнуть со злодеями. А у нас, когда говорит Всевышний Хискелю, что он уничтожит праведника мечом и так далее, речь идет о неполных, не абсолютных праведниках. В этом имеется в виду. Кстати, кто такие абсолютные праведники, кто знает? Абсолютный праведник – это человек, у которого грехов меньше, чем добродетели. То есть, добродетели перевешивают грехи, это абсолютный праведник. То есть, безгрешных, абсолютный праведник – это не безгрешный. Таких не бывает. Вообще не существует. У кого добрые добродетели перевешивают его нехорошие вещи. Окей. То есть, в принципе, получается, абсолютные праведники не умрут за грехи злодеев. Кроме того случая, если они могли остановить тех злодеев и не сделали этого, тогда они будут наказаны. Это второе объяснение. Третье объяснение можно найти в трактате Баба Кама. На 60-м листе. Там Гамара говорит по поводу нашего сказанного, приведенного стиха в нашей главе в Тискеле. По поводу праведников и злодеев, которые будут вместе уничтожены. Там сказано так. Когда силе уничтожения дается право уничтожать, то он уже, эта сила не разрушает, не различает между праведником и между злодеев. Более того, оно начинает с праведников вначале. Это действия, которые объясняют эту катастрофу. То есть, там произошло, что Всевышний дал право силе уничтожения, ангелам, которые связаны с силой уничтожения, уничтожать. И таким образом погибло много праведников. И даже иногда первыми делом в том, что кто-то не знает, немцы, немцы вначале, когда они еще не начали уничтожение, а только загоняли в гетто, они искали именно раввинов. Они искали раввинов, рэбы хасидских, задали, чтобы их уничтожить. У них была задача именно уничтожить их, в первую очередь. В этом был смысл, поэтому прятали рэбы и так далее, по причине того, что это было сломить дух еврейского народа, уничтожение и так далее. И вот интересно, то есть именно праведников первыми, кого хотели немцы уничтожить. Это почему, если объясняют почему, потому что вот по этой гморе в Тартаке Бабакама, что когда Всевышний дает разрешение, почему Всевышний дал разрешение силам уничтожения работать, это отдельный вопрос. Но когда они начинают работать, то они уже не различают между праведником и злодеем, и они в первую очередь, во-первых, бьют по праведнику, только потом по всем остальным. То есть тогда праведники, в принципе, вливаются в понятие всего народа. То есть народ должен быть побит по решению Всевышнего, по тому или иному, что иногда нам непростижимо. И тогда праведник становится как бы не отдельным целым, а частью народа, и удар идет по цельному, то есть по этой цельной системе. Это то, что у нас есть. Интересно, что сами стихи Танаха не занимаются напрямую разбором этого столкновения, то есть, да, с этой проблемой. Таким образом, невозможно через простое понимание стихов, сказанное в простом понимании, решить, какое из объяснений наших мудрецов более правильно или ближе к истине. Нету этого. Вместе с тем мы можем сказать точно, что в тех ответах, которые дали мудрецы, нет, скажем так, достаточно для того, чтобы объяснить это противоречие, которое стоит между нашей главой и главой девятой. То есть тут ответа нет как такового. В главе девятой, кто-то хочет повторить ее в книге Хискель, потому что мы уже учили, человек, который одет в особой одежде, это ангел, то есть, да, который имеет видение Хискель, ему было поручено, чтобы он прошел и расставил печать, то есть, да, на людях, которые вздыхают и сокрушаются от тех злодеяния, которые делаются в Иерусалиме. То есть этих людей отметить печать. А все остальные люди, то есть, да, которые пришли на Иерусалим, снова это видение, то есть, это ангелы, должны пройти и уничтожить каждого, у кого нету этого печати. Таким образом, но там описывается именно та же ситуация, о которой мы говорим. Они приходят с силой уничтожения, и они четко разделяют в девятой главе между праведниками и между злодеями. То есть, как бы праведники в сторону отходят, и удар идет по злодеям тем, которые не отмечены этой печатью праведников. И снова поднимается вопрос, то есть, да, если в таком положении, которое мы описываем, праведники должны были спастись, то есть, да, то, то есть, они должны были спастись, или они должны погибнуть за злодеями. Что должно произойти? Спастись, погибнуть, спастись, погибнуть. Определитесь уже, то есть, да, в пророчестве. И можно привести, скажем так, два направления, как две возможных ответа на этот вопрос. То есть, да, праведники, да, будут уничтожены или не будут уничтожены. С одной стороны, можно сказать, что в девятой главе не сказано, что они, праведники, будут спасены полностью. То есть, да, что они физически будут спасены. Можно объяснить, что они будут признаны этим знаком ангелом, то есть, этого человека, ангелом, это ангелом, что они праведны. То есть, хотя бы, то есть, они не будут осквернены и запятнаны грехом народа, несмотря на то, что выжить они не выжат. Они будут отмечены печатью ангела, что они не согрешены. Одно, так можно ответить. С другой стороны, можно ответить по-другому. Мы не говорим об одной и той же действительности. Как мы это можем доказать? Когда мы читаем длинное это пророчество о Иерусалиме, о видении, которое происходит про Иерусалим, который видит Ихискель, начиная с 8 до 11 главы, это одно длинное пророчество. Там сказано «Бешанага шиши, бешиши бехамиша лиходыш». То есть, да, в шестой год, в шестой месяц пятого дня. Когда начинается, то есть, то пророчество, о котором мы говорим, то есть, да, сейчас мы говорим про пророчество каком. Мы говорим о мелких пророчествах, которые начались в прошлой главе, в 20 главе, и там сказано следующее. Там говорится «И было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день, почти через год». То есть, это видение, и можно сказать, что в течение этого года между одним видением и другим видением, то есть, которое видела Ихискель, праведность тех праведников, которые были, она скатилась вниз, то есть, да, они стали менее праведны, и таким образом они уже не в статусе абсолютных праведников. Они люди праведные, но не абсолютные. Таким образом, у них уже нету защиты от того, чтобы они не погибли вместе со злодеем. То есть, можно объяснить так. То есть, после того, как мы прочитали, то есть, аллегорию ее объяснения Зуса Всевышнего, и попробовали разобрать, мы видим объяснение Всевышнего вздоха Ихискеля, который мы читали, то есть, да, о Боже, который он сказал, после того, как он получил аллегорию. Всевышний говорит дальше «А ты, Сын Человеческий, стенай, как с перебитой поясницей, и в горечи стенай перед глазами их». То есть, да, Всевышний такое повеление отдает ему. И будет, если скажут они тебе, о чем ты стянаешь, скажешь «Отвесьте, что пришла». И расставит всякое сердце, и все руки ослабеют, и помрачится всякий дух, и все колени стекут водой. «Вот приходит оно и сбудется, слово Господа Бога». То есть, Ихискель снова получает задание сделать символическое действие. А точнее, скажем так, реально и очень-очень видимо стонательно. То есть, стонает, то есть, как человек, которому перебили поясницу. То есть, скажем так, стенать очень сильно. Зачем? То есть, для того, чтобы, когда увидит народ Израиля, то есть, да, и он спросит, что ты стонешь, то есть, что ты стянаешь, то расскажет им Ихискель, что его стенание происходит от того пророчества, которое он увидел. То есть, да, уничтожение, которое с ним вскоре пройдет. Кстати, это напоминает еще одно место, где уже Ихискель был, ему было дана заповедь, скажем так, испытывать, или приводить, скажем так, воспроизводить проявление страданий. Например, в 6 главе мы читаем, так сказал Господь Бог, ударь рукой Твоей и топни ногой Твоей, и скажи, о горе мне за все гнусности злодейские дома Израиля, что от меча голода и мора падет. То есть, да, прояви явное страдание, скажем так, публично. Это уже не первый раз. В 6 главе тоже мы это видим, читаем. И то же самое здесь Всевышний требует от Ихискеля публично проявлять стонания и страдания. Для того, чтобы народ им поинтересовался, до них донести, что их ожидает. Вместе с тем, то, что вот это вот, скажем так, приказ этого символического действия, насколько близок к аллегории и объяснению, может нас научить еще и очень одно интересное вещь. Какое? Как мы уже видели, что в нашей голове аллегория и ее объяснение очень близко и переплетено с друг другом. Таким образом, можно, в принципе, представить, даже сказать, что вот это вот повеление Ихискелю от Всевышнего стонать и стинать является ничем иным, как объяснение аллегории при стинании Ихискеля в аллегории. Повторю, была аллегория в начале главы, и в конце ее Ихискель стонали. Потом объяснение Всевышнему аллегории и при повелении стонать. Таким образом, первое, стонание – это аллегория. Это его объяснение, это аллегория сейчас. То, что Ихискель приказал ему стонать. То есть Всевышний говорит ему, то есть, да, страна для чего, то есть, да, когда Ихискель скажет, то есть будут говорить, и он сказал, о, боже, то есть, да, не скажет, то есть снова, то есть он рассказывает эти машалим, то есть аллегории. То есть Всевышний как бы говорит Ихискель, да? Немножко с иронией, назовем это так. Всевышний говорит Ихискель, да, есть место твоему крику, да, что они называют тебя, а, он нам сказки рассказывает, да-да-да. Но, в принципе, ты должен народу, то есть ты должен кричать не то, что народ, то есть ему надоело слушать и пребабасить, если они не слушают своих, а ты должен кричать о другом, о положении народа, не о том, что вот они меня идиотом считают, то есть сказками рассказывают. Ты должен страдать о положении народа и о том, что нужно донести им смысл, и, может быть, это твое стонание, если ты будешь по-настоящему кричать и стонать о положении народа, до народа дойдет до них, и они, наконец-то, поймут, в каком положении оказались, насколько жестокое, насколько тяжелое состояние, в котором он находится. То есть в этом можно объяснить вот этот вот приказ «стонать, как с перебитой по ресницам». Топ, на этом мы сегодня закончим, то есть мы разобрали первое пророчество, его аллегорическое и его объяснение Всевышним. И с Божьей помощью мы на следующем уроке продолжим дальше 21 главу разбирать следующие пророчества, которые связаны все с тем же мечом над Иерусалимом. Я на этом заканчиваю запись, я выключаю. Всем, кто слушает записи, шалом, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok